Всем привет! Мы сейчас находимся в одном из дворов города Белгорода. Если вы смотрите это видео, значит у вас есть интернет, но есть люди, у которых он есть не всегда, либо его вообще нет. Совсем недавно я получил одно письмо, прямо развернутое сообщение в инстаграм, и оно меня как-то задело, потому что оно отличалось совершенно от всех остальных, сотнями оно приходит еженедельно. И оно было написано именно тем человеком, который чувствует боль, у которого действительно есть какая-то проблема. Сейчас мы не готовились ничего, мы поднимемся, покажем, поговорим. Оно как раз затронуло тем, что это писал настоящий человек не так просто от балды, что Антон, помоги, или еще что-то сделаешь. Или просто скидываю часто какой-то репост, и в надежде, что я там что-то как-то займусь и начну углубляться в этот вопрос. Письмо было написано настоящим живым человеком, именно я его перечитал несколько раз, потом ответил, и сообщение было не прочитано. Мне стало интересно, почему так, но это явно не фейк был. Я обратился к Елене, это психолог хосписа, мы ранее вам показывали, вместе с ней ездили в карачанский хоспис, и просто переслал эту историю, и узнал от нее, что это действительно настоящая история, это реальная история. Она произошла несколько месяцев назад в Белгороде, и я стал углубляться в этот вопрос, и решил, что нужно съездить. Нужно съездить, посмотреть, поговорить, и понять, чем мы можем помочь, и вы в том числе. Потому что я знаю, что, чтобы там не писали в комментариях, но большинство из вас действительно хорошие люди, и я думаю, мы сейчас пойдем, познакомимся с Викторией, поговорим, узнаем эту историю. Я потому что почитал где-то на просторах интернета различные статьи на эту тему, что вообще произошло, что было, и что сейчас происходит. Даже вот Вадим, оператор, который снимает, я ему скинул ссылки, несколько штук, он сам изучил вопросы, его это очень сильно поразило. В общем, давайте от слов к делу пойдем. Здравствуйте, это Антон. Я читал несколько статей в интернете про вас, но помню, что Виктория девочка, я написал письмо. Это с этой неделями рабочая, да? Не могли неделю приехать, потому что мама Виктория работает, я так понял, через неделю, мы сейчас все узнаем. Привет. Привет. На телевидении у нас так все неформально, мы снимаем видосы про моих друзей в основном, и как есть, так все это показывает. Я как бы, если честно, ожидал увидеть, конечно, девушку в этот раз совсем упала духом, а потом улыбаешься, я это очень сильно радует. Жизнь продолжается в любом случае. Я перечитал твое письмо, не знаю, несколько раз и переслал нескольким людям. Оно меня очень сильно задело тем, что писал реально живой человек, и это был как фейк, что именно с болью. Я зашел в твой инстаграм, я долистал его реально до конца, сколько там у тебя было лет, я все фотографии пересмотрел. Некоторые моменты меня смутили, и потом я почему и посоветовался с Еленой, я ей показал, и мы нашли именно, стали разбираться в твоей истории, нашли именно статьи, их было много про твою ситуацию. И то, что там и полиции было, какое-то заключение, и скорой помощи, да, действительно нормальный ребенок, просто что-то произошло, несчастье, да, и сейчас в таком трудном положении, да, и который хочет действительно жить. Я посмотрел фотографии, меня тронуло, что ты там с мальчишками гулял, ты там с подружками, и у тебя была своя полноценная жизнь, как у любого, да, у нас у всех так было, и мы все там бегали, прыгали, занимались своими делами. И хочется как-то тебе помочь, многие говорят, там, добро любить тишину, но я думаю, что в этой ситуации все поговорки можно отложить в сторону. Хотелось бы историю просто эту услышать из первых уст уже, не просто там, как-то в интернете, да, как на самом деле все было, потому что есть какие-то редакторы, которые могут исправить историю, ситуацию, поэтому хотелось с тобой именно познакомиться. Меня зовут Виктория, мне 20-го года, родом я из города Донецка, в связи с моими действиями мне пришлось с семьей переехать в Белгород. Здесь я поступила на бюджет в БелГУ, на филонический, закончила три курса на заучном отделении я училась и работала 17 лет на щеточной фабрике, если вы слышали. На какой-нибудь подрабатывала? На щеточной фабрике Белгородской. Вот. Ну, в общем-то, да, жила, ничего не подозревала, ничего не предвещало беды. На 7 сентября я находилась не дома, а я находилась у близкого человека в квартире, он отъехал в Москву на несколько дней по делам. Я находилась одна, и вообще я не помню, я выпала из памяти моей, и остается загадкой по сей день, как это могло произойти. И я выпала седьмого этажа, и вот каким-то образом я осталась жива. Хотя, когда я попала в 2-ю городскую больницу, вот врачи моей маме говорили, что я и двух часов не прожила. Да, и говорили, что шансов очень мало на то, что Виктория останется жива, и если и останется жива, то будет инвалидом. Вот. И сказали вообще, что не будет шевелить ни руками, ни ногами, ничего. Просто вот сказали, посмотрите фильм «Один плюс один». Ну, слава Богу, и мы молились за Вику очень. Это для нас очень было большим горем, и такое, ну, ужасное состояние мое вообще. В первые, особенно дни, я вообще даже не могла с постели встать, когда узнала, что это произошло. Ну, нужно было ехать в больницу, нужно было общаться с врачами. Как бы, к Виктории нас не пускали совсем из-за коронавируса. Вот, мы ее даже не видели. Вот. Сказали, что множество травм, переломы шейных позвонков, внутренние органы легкие, там пострадала, вот, лопатка поломана, это забедренные кости. Ну, и сейчас основной диагноз – это вот… Спинномозговая травма. Да, ушиб спинного мозга, и уровень повреждения – это шейные позвонки – С5-С6. Было 8 операций произведено. Вот. Ну, как бы, слава Богу, и врачам большое спасибо, 2-й городской больнице. Операции были хороши. Да, нейрохирургу Василенко, очень хорошо были сделаны операции, вот, благодаря которым Виктория, вот, может, и руками шевелить, ну. Ну, то есть, не было подвижности рук? Сказали, что не будет двигаться. Ну, вот она вообще, вот, двигает руками, кисти, вот, у нее плохо работает. Ну, она сейчас разрабатывает, вот, сама даже уже начинает потихоньку шевелить, вот, руками. Ну, работаем с ней, занимаемся, купили велотренажер, мы, ну, там, у нас в мостах. А как мы пользуемся, здесь? Как мы пользуемся? Ну, да. Давайте прикручиваем. Вот здесь у нас, нам прикрутили болтики, просверлили дырки, сюда я ставлю, закручиваю, ноги подсоединяю, как бы, ну, на специальном месте. Ну, и включаем розетку, и он крутит. Вот, ну, это нужно для того, чтобы у нас суставы. Ну, контрактуры не появились. Да, чтобы работали ноги, ну, как бы, суставы не закостенели, скажем так. А, то есть, он принудительно ноги стимулирует, да? Да, 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 мы же включаем розетку, и, как бы... Так, там, у меня вот ниже грудной клетки я тело не чувствую, то есть, издвижение это только с пастиком в ногах. Ну, да, это они непроизвольные движения. Да, дергаются как-то. Ну, вот, ну, вот в мае нам помог один добрый человек, оплатил нам один курс реабилитации в Москве, в центре этой сестры. Молодец. 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 Один курс стоил 483 тысячи, это 21 день. Для меня это, конечно, мало, но я за это время хоть минимальных каких-то достижений... Да, уже самостоятельно может и кушать, ложку держать, мы приобрели там специальные ложки, ложку и вилку, как бы Вика сама уже может... Меня там высадили в коляску, я это все время 9 месяцев, я даже не высаживалась, полностью лежала. Но, конечно, под углом 90 градусов я теряю давление, бывает, ну, ничего, я как-то этого не боюсь. Я понимаю то, что это нужно пройти, в любом случае это давление стабилизируется спустя там несколько месяцев или сколько. Но это все восстанавливается, шансы то есть есть. И люди, которые с такими травмами, они бывают и ходят. Да, сказали, что для начала нужно укрепить верхнюю часть туловища, мышцы, все из-за долгого лежания, ну, из-за такой травмы спинно-мозговой. Естественно, все мышцы потеряли тонус. Но это все очень долгий, конечно, путь. Да, долгий путь, процесс восстановления будет долгий, но шаг за шагом. И в домашних условиях мы ни на минуту, ни, ну, как бы, не заканчиваем заниматься. Мы постоянно каждый день с Викой, вот я и Вика вместе боремся. Насколько это возможно в домашних условиях. Да, насколько возможно. Потому что времени у мамы совсем мало. Ну, да, два месяца я просидела вообще дома с Викой, бросила работу, потому что нужен был охот. Вот она без меня вообще ничего не могла делать. А вы кто-то помогаете? Никто не помогает. У нас родственники все в Донецке. Мы пока оформляем документы, потому что вы только паспорт получили. Да, мы получили российские паспорта, и я получила, и муж, и Вики, я самостоятельно. Инвалидность еще не оформили? Инвалидность не оформили, только потому что без паспорта. Только получили, теперь будем заниматься, оформлять инвалидность. Квартиру эту снимаете? Да, квартира у нас съемная, конечно же. В Донецке у нас осталась квартира. Ее сюда не принесешь, не перевезешь. Сколько здесь месяц платите? Месяц 12 тысяч. То есть коммуналка? А зарплату у вас? Муж работает официально на пищевой пленке, производство пищевой пленки. Я работаю в магазине, неделя через неделю, ночную смену. Я видела у тебя фотографии, где ты красилась, у тебя там такой макияж яркий. Да, это она тренировалась. Да нет, не сильно. Я вам поставила зеркало, там все вот эти вот тени, там и я сама отвечала. Это в центре, там же у меня специальное занятие было, она пазлы собирала. А когда все это случилось? 7 сентября этого года. Вот 10 месяцев. А дома когда уже? 10 ноября. Я, получается, месяц находилась во Второй городской, потом закрыли больницу. Не в тяжелом состоянии. Не в тяжелом состоянии, в районную больницу Москвы. Рассказали, даже мы просили, чтобы ее не трогали, но такая тяжелая больная со сломанным позвоночником. Они сказали, этот вопрос не оговаривается, все будут распределены по области. И ее туда, в реанимацию, там еще месяц в реанимации, была подключена к аппарату ИВЛ, а самостоятельно не дышала. Там меня научили дышать. Постепенно, да, выводили с этого состояния, приучали, чтобы самостоятельно дышала. Оттуда меня уже когда вывели из тяжелейшего состояния, меня перевели в какую-то... Патавловскую больницу, реабилитационную, в Шемекинский район. Но там спустя недельку нас оттуда выгнали. Ну, не выгнали, а сказали, что для них она тяжелая. Да, там с такими травмами. Там чисто больше уже как, ну, реабилитация идет после инсультов такой, а Вика была очень, как бы, в тяжелом состоянии. Они сказали, мы не сможем вам тут помочь, если что-то серьезное вдруг случится, то у нас даже ни УЗИ нет, ничего даже не можем, как бы. Поэтому езжайте домой, нам сказали, вызывайте на дом врачей из поликлиники. 10 ноября у меня мама главный врач. Она многому научилась и карактеризацию делает, и пролежни обрабатывает. Да, кстати, у нее, когда она лежала в реанимации, образовался очень большой пролежень на крестце и на пятках два. Я сама ей лечу, но сейчас из-за огромного состояния он уже, конечно, уменьшился, но я его не могу никак вообще заживить. А есть у вас все необходимые приспособления? Ну, все находим в интернете. Врач приходил к нам с поликлиники, хирург, он сказал, делайте, как делайте, все правильно. А есть результаты? Есть. Вот такой был пролежень, и теперь вот такой. Но он как остановился на одном уровне? Да. Мы находим сами в интернете, что люди пишут, пробуем все средства, покупаем все, пробуем, делаем все возможное. Все кровати тоже, да? Кровать тоже купили, да. Специальные какие-то? Да, да. У нас была до этого более дешевая такая плохая кровать, неудобная. Там надо было вручную ручку крутить, чтобы поднять там ее. Сейчас это самое вот. Помогли, как-то деньги собрали. Купили такую кровать. Она более удобная, его больше. И тут из-за чего мы купили, главное, что она по высоте регулируется. И вот когда у меня можно коляска, чтобы у меня мама будет пересаживать. Но у тебя же нет коляски еще? Ну, коляски нет, в общем-то. Поэтому я, по-моему, обратилась. В центре три сестры у меня сняли мерки, параметры и подобрали несколько вариантов. Это отто бахмотус и отто бахавангард. Они стоят в районе там 160 тысяч. Это в моей комплектации. То есть, это ширина сидения, чтобы не было из-за сидения в коляске искривления позвоночника. Это высота спинки, угол спинки, чтобы, если давление падает, можно было меня опрокинуть, как бы и ноги поднять. Ну, чтобы по сторонам не падала, так как я спину еще держу. Но мы к этому стремимся сейчас сами. Да, мы занимаемся. Ну, на кровати. Чтобы я равновесие какое-то могла держать и хотя бы сесть могла, вот, хотя бы сидеть. А эта коляска, она как-то, ну, еще помимо того, что будет просто перемещать, она что-то позволяет как-то, ну, это активная коляска. Я, может быть, в терминах там, ну, не понимаю, будет развиваться что-то. Ну, активная коляска, на ней можно будет как-то там... И на улице выезжать, а Лика не бывает у нас на улице вообще. Ну, получается, в год не была, да? Ну, была только в центре, когда вот была в центре, вывозили ее на прогулки там, в коляске. Ну, а сейчас, получается, вообще никак нельзя, да, потому что она это будет как-то навредить, да? Нет, не навредит, просто нет возможности выехать. Просто нужна коляска, чтобы даже во двор выйти. Ну, да, можно будет потом спортом даже заниматься, такие специальные какие-то коляски активные, вот, то есть какие-то фитнесы специальные есть для инвалидов и все это. Ну, да. Ну, я еще особо в это не уникала, но... Ну, мы, конечно, хотели бы еще попасть в этот центр, потому что одной реабилитации это очень мало. Ну, да, хотя бы сказали 3-4, там очень, как бы, помогают, центр очень хороший. Положительный эффект, да? Да, да. Я хотя бы почувствовала жжение какое-то в спине. Ну, начала чувствовать, и даже ноги сказала, что вот чувствуют иногда. Ну, жжение, то есть почувствуйте. По-своему. То есть есть шанс снова бегать, прыгать? Ну, шанс есть, конечно. А что врачи говорят? Ну, это все индивидуально. То есть здесь все, то есть это цель глобальная, как, наверное, у всех, да? В таком положении опять встать на... Ну, врачи говорят, молодой организм, что есть шансы восстановиться. Сейчас самое главное для нас это начинать с того, чтобы сесть коляску, чтобы укрепить верхнюю часть. За то время, когда я вот и 21 день находилась в центре, даже вот то, что я научилась сама принимать пищу, адаптированную перегорами, это уже маме легче стало намного. То есть до этого только вообще сложечки? Сама кармелась ложечки. А ты очнулась когда, вот, что вообще как происходило? Ну, я очнулась спустя где-то неделю, я была в холме. Она в холме была, в ход ИВЛ. Первый вопрос у меня был, это что случилось? Я не помнила вообще. Поэтому я даже не знаю, что... Ну, нам полиция сказала, что криминала не было. Что? Да, они снимали отпечатки, там как-то все это делали. Я была одна, это я помню. Наше предположение, ну, вот мое, как бы и Вике, ну, это как предыстория до этого, что... Когда она работала и училась, у нее начались проблемы со сном. Она стала плохо спать, начала жаловаться мне, что бессонница. Вот, слабенькие препараты с аптеки, ну, там как мелатонин, да, вот я покупала, ей не помогали. Ну, и нам сказали, что нужны лекарства по рецепту, ну, нужно к врачу. Мы пошли к психотерапевту на прием. Вот, он ей назначил антидепрессанты, поговорил с ней. Вот, и какой-то вот препарат, который вот со снотворным эффектом, она начала принимать. Вроде как улучшилось состояние, все, начало спать, вроде сон нормализовался. И она их продолжала принимать. И вот, когда вот это все случилось, почему-то меня, когда, ну, полиция допрашивала, как бы, ну, спрашивали, что да как да, ну, как вообще Вика, ну, почему это могло случиться. И вот, я сказала им, что она принимала эти таблетки. И у них как-то даже вопросы все отпали. Потому что я потом тоже читала, что могло, вот эти таблетки могли повлиять как-то вот на состояние. Может, на окружении какое-то было, да? Могли как-то повлиять. Ну, а чтобы исключить вопрос, просто многие могут там начать же версии выдвигать, что-то. Да, нет. То есть, у нее не было ничего такого, ни алкоголя, ничего, да? Нет, нет. Я всем могу. Ни наркотиков, ни алкоголя у нее в крови не было. Ну, что у меня была, ну, честно признаюсь, первая мысль, поэтому я начал много информации собирать, читать и как бы... Да, все так и думают. Все так и думают, что она выпрыгнула и сама, либо она была под действием каких-то препаратов таких вот, наркотических. Вот единственное, что могу сказать, она всегда была у меня под контролем, она училась, она работала. Я тоже там работала на этом производстве. Никуда не ходила, ну, как в гости, естественно, к ней приходили друзья, но и она, но никогда такого не было, чтобы я ее видела в пьяном состоянии или в каком-то там более... Ну, я говорю то, что я сама не помню, у меня просто этот момент и даже этот день, вот это как-то выпало. Ну, потому как в коме, может, из-за этого... Ну, может, у меня шок был третьей степени, я не знаю, ну, как-то выдвигать какие-то теории там, придумывать что-то тоже не хочется и как-то даже вспоминать. Уже нет смысла вспоминать. Ну, да, смысл, если уже ситуация вот... Сейчас нужно думать просто о будущем, а не о том, что было. Зачем себя просто накручивать этим всем? Ну, именно, просто многие почему-то это спрашивают и читают, это важно чем-то, я не считаю... А, ты знаешь почему? Потому что очень много сейчас ситуаций непонятных, и мы каждый день это видим, потому что информация стала доступной. Мы видим, что происходит и с подростками, и в парках, и вообще, и в жизни. Поэтому первые мысли у всех у людей какие-то негативные. А то, что, может быть, все совершенно быть по-другому, они все предполагают. Микуль, скажи, а твои друзья тебя поддерживают здесь? Кто-нибудь посещает? Да, изначально посещают. Как же у тебя психологического какой-то поддержки? Сейчас, конечно, нет. Потому что у меня и сама как-то стала я уже более в другом каком-то положении. И почему-то от жизни я немного отошла. Ну, уже 10 месяцев дома, в квартире, вот в этой комнате ничего не было. Вот же, мы же экстремимся к этому, чтобы ты смогла. Ну да, в центре там более там люди такие, как я вот. Ну все на одной волне там, да? Ну да, на одной волне. А парень твой? Парень? У меня давно парня нет. И твой день проходит вот здесь, да, вот в этом заточении, телевизор, я так понимаю, да, и у тебя интернета нет, да? Телевизор не смотрела раньше. Ну, телефон я могу пользоваться. Нет, есть у меня ноутбук. Раньше даже телефоном не могла пользоваться. Ты мне сказала, что у тебя там проблемы даже с интернетом на телефоне. Это, ну, в смысле, мобильные связи, а Wi-Fi есть дома. Дома Wi-Fi есть. И просто она звонила с маминого номера. Ну, мы просто не пополняем, и незачем пополнять телефон. Лишний растрат. Все общение, если по телефону, то через меня больше идет. А так она общается, ну, сама в интернете, она может сама и напечатать текст. Ну, связь с этим человеком, о котором вы спрашиваете, я ее поддерживаю. То есть, он никуда не исчез. Ну, просто, как оно, вот я по своему опыту говорю, когда ты в тонусе, и все вокруг тебя. Как только у тебя либо что-то закончилось, да, ну, не знаю, там, успех твой, там, какие-то, может, блага, или ты стал, не дай бог, инвалидом. Ну, сначала все равно они есть люди, но они через какие-то, там, через короткий период времени они все пропадают, потому что, ну, просто становишься неинтересен, не нужен. Ну, у меня вообще вот по жизни так, ну, знакомых много, но близких друзей и людей у меня всегда несколько, вот, ну, немного. Более близкие. Но они все равно есть. Ну, конечно. То есть, есть с кем-то общение, кто-то приходит вместе. Да. А есть у тебя какая-то мечта была, может быть, или, там, или сейчас? Ну, я понимаю, что вы были в таком положении, там, они совершенно другие, но все-таки интересно. Вы правы, что раньше, может быть, у меня были какие-то мечты более глобального масштаба, но сейчас они более такие, допустим, выйти на улицу погулять, подышать воздухом, самой как-то что-то научиться делать, то есть быть более самостоятельной, вот, мама не так зависеть. Хочется все-таки, чтобы она отдохнула, потому что сколько уже, 10 месяцев, она даже вот не высыпалась нормально и не может с ней нормально отдохнуть. Ну, вот, такие минимальные цели у меня есть. Просто сейчас это, получается, для осуществления мечты нужна просто коляска, в первую очередь. Да, коляска. Вот это вот по спецконструкции. Да, под ее параметры, потому что, как Вика, у нас очень худенькая, 42 килограмма всего. Все коляски широкие, и она просто будет болтаться. Коляска, и очень, конечно, хотелось бы попасть еще в этот центр, в Ребель-Пенцово. Ну, это уже как случится. Да, потому как в домашних условиях у нас нет тренажеров таких, на которых нужно заниматься. Я думаю, что мы что-нибудь придумаем. По крайней мере, где-то в каком-то вопросе мы поможем им. У нас, как бы не казалось, что все злые вокруг, но все равно добрых людей очень мало. Добрых людей много, и единодушных, я думаю, тоже много. Да, нам, конечно, тоже и родственники, спасибо, и моральную поддержку оказывают, немножко и материальную, чтобы мы хоть как-то выкручивались, выходили из этой ситуации. Ты не боишься оставаться дома одна? Мне уже нечего бояться, как по мне. Все самое страшное уже произошло. Да, я тоже, конечно, очень удивляюсь своей дочери, что она молодец, большая, что не падает духом. И даже еще мама потешила. Да, мы даже иногда шутим с ней, песню поем, танцевать пытаемся. Это и для заряда, ну, для разработки хорошо делаем. Ну, что делать? Надо продолжать жить, не падать духом. Стремиться, стремиться встать на ноги. Рад был познакомиться, и очень сильно удивлен, что за аккаунтом в Инстаграм, все-таки, какая же жизнерадостная девчонка, которая румяная, улыбается, и все-таки верит, что жизнь не останавливается, что у тебя есть все-таки цели, и я думаю, что у тебя цели еще есть, помимо тех, которых ты озвучила. Поэтому постараемся тебе, наверное, по максимуму помочь. Цель, конечно, доучиться, испортила, наверное, да? Ну, может, у нас все как бы сценария. А сможешь сбросить ее? Да, потому что... Ну, подайте мне, пожалуйста. Ситуация, конечно, очень тяжелая, и даже добавить и нечего, и не знаю, что говорить в таких ситуациях, но я очень надеюсь, что нас много всех вместе, и мы сможем помочь в этой ситуации, Виктория, и хотел бы сюда вернуться снова. Через какое-то время, не знаю, через сколько, через месяц, через год, но увидеть Вику здоровой, да, или, может быть, с какими-то положительными изменениями, чтобы мы понимали, да, что мы как-то на это повлияли. Поэтому я в описании к видео оставлю все какие-то ссылки на нее, на соцсети, на ее реквизиты. Давайте попробуем, поможем. Сделаем доброе дело. Сумма не астрономическая. Понятно, что для меня сейчас, может быть, нет возможности все это полностью помочь, да, покрыть все расходы, но если вы мне поможете, там не будет никаких моих реквизитов, там будут Вики все координаты, поэтому очень хочется вернуться сюда и увидеть улыбку Вики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА